Здравия всем, дорогие друзья, и сегодняшней темой для разговора будет «Запахи в магии». Восприятие запахов в народных представлениях славян были всегда мимолетными, эфемерными представлениями. Хотя обоняние является значимым для людей, каналом общения с внешним миром. Сам термин «обонять» не слишком прижился. Зачастую применяли и применяют сейчас глаголы «слышать», «чуять», «чувствовать». Например, запах Гарри – «не чую». Также употреблялось слово «дух». Наряду с другими значениями оно означало и запах. Например, русским духом пахнет, чтобы духу твоего здесь не было. Она его на дух не переносит. Разные запахи. Запахи бывают дурные, плохие и приятные для человека. Свойства запахов в славянских языках упоминаются в свойствах и названиях живой природы, растений, животных, людей. Так и в объектах окружающего, неодушевленного мира. Травы в запахах. Так, например, народные названия трав, растений с резким, сильным, чаще всего неприятным запахом определяются эпитетом «вонючий». Вонючая трава цикута. Вонюк или вонюка. Дягель. Другие названия, определяющие запах душицы, орегано. Душок, малиновый. Калина. Пахучка. Мята. Общеизвестный факт, что пахучие растения с резким запахом являются защитными и способны прогонять нечисть. Вонюгой называют имеющих резкий запах жуков. В некоторых местах вонючками называют хорий, имеющих резкий мускусный запах. В местах, где имеются природные сероводородные источники, их называли вонячиха, вонячка. Сильно загрязненные ручьи, речки с нечистотами, болота с резкими запахами гниения также наделяли таким названием. В народных представлениях, как правило, дурные запахи и вонь связаны с греховными и нечестивыми событиями и поступками людей, с болезнями, колдовством и смертью. В религиозных апокрифах встречаются названия бесов. Злосмрадный. Указывается за зловоние падших ангелов. Когда такой дух попадает в рай, то там разносится смирячий дух, и Михаил Архангел изгоняет его. Существует рассказ, в котором Петр Первый отрубает голову ведьме, заколдовавшей его сына, и при этом раздается страшное зловоние. Запах души. В народном фольклоре в сказках рассказывается о том, что праведный хороший человек хорошо пахнет и его душа благоухает. И напротив, грешники, наряду с чертями, русалками и прочей нечистью, издают зловоние. Таким образом, присутствием различных запахов от человека или духов природы противопоставляются понятия о добре и зле, понятия о праведности и греховности, также о здоровье и болезнях физического тела и души. Для людей с таким плохим запахом в говорах Забайкалье даже имелось специальное название – вонькоротый. В случае, если дурной запах проявляется вследствие какой-либо болезни, считалось, что болезнь послана за какие-то грехи. От словца и дух идет. Считалось, что запах, исходящий от человека, напрямую связан в первую очередь с его речью и дыханием. Те, кто употребляет в речи матерные слова, будут иметь зловоние изо рта. Также дурной запах изо рта выдает обманщика и богохульника. Поведение беременной женщины определяло жизнь и судьбу ее будущего ребенка. Будущая мать должна была строго следить за своим поведением и произносимыми речами. Также считается, что невесть, откуда появляющиеся навязчивые запахи, не имеющие при том реального видимого источника, могут являться признаком порчального воздействия на человека. Запах смерти. Отдельно обстоит дело с отношением и пониманием запаха смерти. По сути, здоровый физический и энергетический человек не выделяется никакими особенными запахами. Отличительные запахи проявляются в старости. Об этом так и говорят. Пахнет старостью. Старческий запах. Возможно, эти запахи напоминают запах смерти. Иногда о старых и больных людях говорят, что они пахнут землей. Из него песок сыпется. Как напоминание о смерти и последующих похоронах в земле. У умирающих цвет лица изменяет свой цвет на серый, землистый. Говорилось так. Землей заметало. Землей подернулось. Умирающие люди часто просятся на землю, на пол. Так им становится легче. Страх перед запахом смерти и его неприятие – одно из общих человеческих понятий. Запаху смерти предписывалась разрушительная сила, которая опасна не только для близких, находящихся в доме умершего, но и для всей деревни. Например, в Полесье считалось, что пока в деревне лежит непохороненный мертвец, хозяйкам не следует готовить еду. Иначе она будет иметь смертный запах. От смрада трупа могут пострадать и сады, фрукты станут червивыми. Отсюда и существовали строгие правила похорон умершего человека, например, длительность пребывания умершего в доме. Особенно в прежние времена это зависело от проявления резкого смертного запаха разложения. Запах старались перебить разными способами – с помощью сухих цветов, душистых трав, собранных на троицу или на купалу. Подушку для умершего набивали также освещенными травами. По возвращении с кладбища после похорон семья должна была очистить жилище от пребывания в нем покойника и в первую очередь от запаха. Дух изгонялся при помощи воскуривания душистых трав, прожигания душистых восковых свечей, ладана. Существовал ряд методов, чтобы справиться с тоской по умершему. Это также можно было сделать при помощи запахов, например, вдыхая запах хлебаной закваски, оставшейся в деже. В Олынской области рекомендовали для этого вдыхать запах обычного человеческого пота. Таким образом, запахи являются важными каналами взаимодействия человека с другими силами. На этом все, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!